Чтобы увидеть ситуацию в утренний час пик на дорогах нашего города изнутри, сегодня наш рабочий день начался достаточно рано. В 7.30 мы уже были на улицах нашего города. Объехав несколько из дорог, мы увидели, что интенсивность движений на некоторых из них достаточно плотная. Мы побывали на Советской, Павлико-Морозовой, пересечении Павлико-Морозовой и Садовой. Здесь нет светофора, но водители с пониманием относятся к тем, кто выезжает со второсепенной дороги и делает окно в потоке, чтобы машины выезжали на главную. Временами автомобили движутся достаточно плотно на низких скоростях. Эта пробка начинается примерно от 6 часов утра и до 8 часов, 8-10, Садовой еще будет битком. Чтобы побыстрее объехать пробку на Садовой, некоторые водители выбирали альтернативные маршруты через частный сектор за речной частью города, по улицам Менделеева, Ломоносова, Третьему озерному проезду. Эти улицы были не закрыты. В принципе, можно было бы обойти эти пробки. Но, к сожалению, где-то 4-5 марта поставили знак, последний знак, и последняя улица была перекрыта. Почему? В связи с чем закрыты эти дороги? Как нам пояснили в отделе ГИБДД, проезд закрыли в связи с тем, что эти улицы не предназначены для большого количества автотранспорта, и дорога не оборудована тротуарами. И в целях безопасности пешеходов там был поставлен запрещающий проезд знак. Также начальник Саровской госавтоинспекции отметил, что автомобилисты, выезжающие со второстепенных улиц, только усугубляют непростую ситуацию на дорогах в час пик. Елена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.